Друзья, здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я из Харькова. Сейчас нахожусь в Франции, в городе Бизансон. И сегодня мы гуляем по городу Бизансону. Я хочу сегодня найти нашу православную церковь. Она находится недалеко от того места, где я обучаюсь. Я нашла это по карте. А как нашла? Показала одна из или рассказала одна из моих подписчиц. Это близко от моего университета. Поэтому сейчас, надеюсь, что я найду правильно, пройду пешком. И пока буду идти, немножко вам покажу Францию современную. Потому что до этого видео, кто смотрит мои видео, поняли, что я показывала старые дома. Старую Францию. Это исторический центр города. Но я не показывала дома современные. Вот сегодня прогуляемся. Посмотрим, как живут французы сейчас, в каких условиях. Ну, вот я вам показываю домики. Очень приятный двор. Большие балконы, кстати. Палисадничек, видите, кустарники. Вот, тут тоже современные дома. Ну, вот в таких домах живут сейчас французы. Я думаю, что те дома, которые находятся в центре города, в старом городе, скажем так, они тоже обитаемые. Там наверняка тоже люди живут. Ну, вот есть и такие современные дома. Вот, и пока будем идти, немножко расскажу о том, что меня здесь впечатляет. Я живу здесь уже полторы недели. Уже сформировала свое мнение, что меня удивляет. Ну, почти все нравится, скажем так. Вот, первое, что я заметила сразу по приезду бизонцом, после Харькова, здесь абсолютно неухоженные клумбы. Либо это просто газонная трава, скошенная, бывает не скошенная. Или вот, как здесь, деревья, кустарники. Или просто сорняки. Сорняки могут быть где угодно. Они очень высокие. То есть у нас в Харькове такое, конечно, недопустимо вообще, в принципе. И очень мало цветов. Кое-где розы. Вот, но их очень-очень мало. Вот, поэтому, конечно, после Харькова мне эти клумбы кажутся очень такими убогими, бледными, некрасивыми. Они никак город не украшают. Так, вот я не знаю, куда я иду, правильно или нет. Наверное, правильно. Попробую сейчас перейти на другую сторону. Вот, судя по карте, нужно идти вперед и потом поворот направо. И я должна буду выйти до этой православной церкви. Иду сейчас вверх. Здесь горы. Юрские горы. Поэтому кто поднимаешься вверх, кто спускаешься вниз. Напоминает немножко Крым. Вот, потому что сейчас, вернее, потеплело. Было холодно. Сегодня уже жарко. Вот, поэтому, так вот. Что еще меня очень впечатлило? Здесь много еды, которая, ну, изготовлена в виде мусса. Ну, допустим, я покупала паштет утиный. Очень вкусный. Он, как бы, ну, да, как паштет. Измельченный, сбитый. Потом покупали пирожные. Я не знала, еще когда жила в Харькове. Смотрела блогеров из Франции. Это печенье, вот, как бы основа на печенье сверху. Крем какой-то. Вот мы купили. Нереально вкусно. Но, опять же, взбито в виде мусса. При этом оно не растекается. Очень мягкое. Ложечка ломаешь. Ну, просто на удовольствие кушать. Вот. Потом, что еще? Творожок обычный в стаканчике. Тоже он взбит просто в пену. Потом мы еще покупали тоже молочный коктейль. Это как даже смесь мороженого, йогурта. Это все взбитое, замороженное. Очень вкусно. Но, опять же, это все в форме мусса. Так, что еще? Немного впечатляют француженки. Вернее, не знаю, много-немного наблюдала за ними. Большинство из них имеют неухоженный вид. Но, на мой взгляд, после Харькова это, я считаю, нехоженный вид. Косметикой никто не пользуется. Волосы никто не красит. Седина у всех натуральная. Вот. Одеваются, ну, довольно просто, неярко. Есть женщины, которые одеты со вкусом. Это, как правило, ну, брюки, юбки. Многие носят шарфы, кстати. Вот, как только похолодало, сразу надели куртки и надели шарфы. Вот. Но есть такие, которые одеваются просто, смотришь, как будто бы вот наши женщины ходят, не знаю, на огород полоть картошку. Какая-то футболка, какая-то юбка. Все очень дешевое, простое, плохая обувь. То есть есть и такие женщины. Ну, вот такие современные дома в Бизансуне. Ну, что приятно, абсолютно все французы, все француженки очень доброжелательные. Очень доброжелательные. Улыбаются, всегда разговаривают очень любезно. В магазинах, в столовой, там, где мы кушаем. Вот. В общежитии. То есть, ну, везде. Это очень приятно. Что еще удивляет? Вот здесь деньги через Western Union получают на почте. Ну, как мы получали, по крайней мере. Стоим в очереди, как в советские времена у нас в Харькове. Большая очередь. Заполняешь бумажный бланк. Потом даешь паспорт. Потом эти деньги сбрасывают на, как бы, одноразовую карточку пластиковых. Получаешь в банкомате. Карточка остается внутри в банкомате. Вот. Так что интересно, вот мы пока были в очереди. Стоит рядышком, вернее, висит на стене почтовый ящик. Люди подходят, бросают письма. Вот. Я не знаю, такого в Харькове есть или нет. Но я письма очень давно не отправляла. Вот. Ну, для меня это было немножко удивительно. Что еще я заметила? Здесь отдают предпочтение обычной воде. Вот, допустим, столовая, которую мы кушаем, вот там есть только вода из напитков. Вода очень вкусная. Воду можно пить с крана. Вот. Вода, ну, холодная, хорошая вода. Мне нравится. Вот. Ну, воду с крана сырую я не пью. Я пью только воду кипяченую, ну, холодную. Но пить можно нормально, абсолютно вода. Опять же, в кафе берешь кофе или какую-то еду, всегда приносят какую-то бутылку или графин с водой. Вот. Поэтому, конечно, это тоже удивляет. Так, я дошла до трамвайных путей. И, кажется, впереди уже я вижу церковь. Скоро до нее тоже дойду. Вот какой красивый дом. Правда, закрыты окна в нем. Вверху. Может, люди уехали или продается. Крыша интересная. Такие дымоходы интересные. Их много здесь почему-то. Много каминов, что ли, не знаю. Так, ну, нам немножко пройти вперед. Вот я уже вижу Белый Крест. То есть, церковь здесь рядышком. Что еще мне показалось? Здесь медленный интернет. Я сужу по Ютубу. Вот, потому что, когда я загружаю видео в Харькове, обычно видео загружается 5-7 минут, максимум 10. Красивые цветы, правда? Вот такой склон. Это частные дома. Там дальше речка. Вот там дальше крепость. Я там не была еще. Цитадель. Тоже пойдем. Так вот, здесь видео загружается минут 20-40. То есть, я вижу, что очень медленно загружается. Вот. Ну, а так, в целом, мне очень нравится. Я очень довольна. Машины очень спокойно ездят. Заходишь в автобус или в трамвай, всегда автоответчик говорит, я захожу и я оплачиваю. Абсолютно все оплачивают проезд. Вот. Мы, когда в первые дни или второй день ехали, немножко запутались, не разобрались. Вот. И я была неуверена, сняли деньги с карточки или не сняли в автомате. Вот. И люди смотрели косо. То есть, они немножко так возмущались, что я, возможно, не заплатила. Хотя потом я поняла, что я заплатила. Но такой был момент, что здесь стыдно не оплачивать. Ну, вот видите, это клумбы. Ну, городок небольшой, провинциальный. Возможно, для такого городка это клумбы нормальные. Тем более, это уже окраина города. Дальше пошли горы. Это прямо выезд из города. Вот. И вот тут находится православная церковь. Она всего одна в этом городе. Я туда сейчас и иду. Вот. Если посмотрим на трамвайные пути, конечно, они шикарные. Но сорняки. Полно сорняков. Вот возле деревьев. Ну, это клумбы, да, красивые. Вот такие сорняки везде в городе. Ну, возможно, кому-то так красиво или так принято. Вот. Вот так здесь ухаживают за клумбами. Так, идемте в церковь. Немножко ближе покажу частные дома. Очень красивые, симпатичные домики. А это магазин, где можно купить хлеб и печенье, пироженое, бленжери, патисери. Я сейчас перехожу перекресток. Вот прошла одну часть. Теперь стою дальше. Машин здесь мало. Город довольно тихий. Вот видите, какие красивые дома. Сейчас горит красный цвет. О, уже зеленый. То есть я могу сейчас идти. Так, и мне нужно вон туда, вот эта церковь. Как она выглядит? Маленькая церковь. Все, загорелся зеленый. Я могу идти. Ой, трамвай едет. Не знала, что делать. Вот видите, значок стоп мигает. То есть идти нельзя, потому что проезжает трамвай. Так, ну что, заходим. Вот опять же, я здесь первый раз. Сейчас поищу вход. Вот такой большой белый крест. Это, мне сказали, вот по нему определяется, что это православная церковь. Она всего одна в городе Бизансон. Вот, поэтому, слава Богу, что мне сказали зрители, я ее нашла. Какой красивый современный французский домик. Цветочки, окошки открыты. Дальше еще один домик двухэтажный. Ну, вот это и есть современная Франция. Стена здесь старая, вероятно. А где же вход? Вот интересно. Где же вход сюда? Может быть, с другой стороны, со стороны улицы? Нужно поискать, наверное. В общем, я вернулась обратно, потому что там входа нет. Или выход какой-то маленький. А вход, вероятно, вот здесь вот. Чья-то машина стоит. Да, вот тут вход. Так, можем сейчас почитать расписание, когда здесь проходят службы. Когда церковь открыта. Так, попробую разобраться сейчас. В общем, что я поняла. Это православный приход. Вот тут написано по-русски. Один есть текст перевода. Покрова. При Святой Богородице и Святого Георгия. Также здесь написано, по-моему, на грузинском языке, на греческом. И на каком-то, не знаю, болгарский или румынский. Не знаю, что это. И расписание служб. Вот, вечерняя пол седьмого. Литургия в девять часы. В десять сама уже служба. В общем, планирую попасть сюда в воскресенье. Вот. Так что нужно будет, наверное, постараться попасть. Что я прочла еще, это румынская метрополия. Вот. Ну, это радует. Три священника. Номера телефонов священников. Попробую зайти. Может, дверь открыта. Посмотрим. В общем, я зашла вовнутрь. Но здесь никого нет абсолютно. Вот. Я спросила. Никто ничего мне не ответил. Давайте походим, посмотрим. Это акафисты продаются. Иконы. Литература церковная. По греческой традиции здесь стулья. Вот. Люди сидят, наверное. Так что здесь. Свечи. Свеча один евро. Евро пятьдесят. Вот. А тут, наверное, пишут записки. Но на каком языке не знаю. Вот. Если буду в воскресный день, то узнаю. Тут свечи ставят. Иконы православные. Да, интересно, как. Это алтарь, ведь он ничем не огражден. Как в старых греческих храмах. Анастаса тут нет. Как интересно, почему-то нет людей. Никто не идет. Это икона Георгия Победоносца. А здесь, возможно, ставят свечи за упакусь. Я так почему-то подумала. Ставы длинные. Скамеечки. Немножко для нас непривычная церковь. Но она православная. Румынская. То есть, она апостольская. Это самое главное. Так, ну что. Выхожу. Все, друзья. Я вышла на улицу. Буду видео заканчивать. Я теперь знаю, где церковь православная у нас в Бизонсоне. Вот. И вам показала тоже. Если было интересно, ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь. И будем дальше гулять вместе. До скорых встреч. До свидания. До свидания.